20 лет исполнилось военному институту национальной гвардии. О том, через что пришлось пройти командованию крупнейшего учебного заведения страны и каких достижений удалось добиться его выпускникам, расскажем прямо сейчас. Решение о создании внутренних войск Казахстана было принято 10 января 1992 года, то есть чуть меньше, чем через месяц после получения страной независимости. Впрочем, появление в суверенной стране собственных внутренних войск еще не гарантировало наличие профессиональных офицеров. Именно поэтому появилась необходимость в создании учебного заведения для подготовки военных кадров. Таким образом, весной 1997 года было принято решение основать высшее военное училище внутренних войск на базе Петропавловского сельскохозяйственного техникума. Как только Советский Союз развалился, многие специалисты, особенно военные, ну и ездили на историческую Кто в Германии, кто в России и в Казахстане, сразу ощутился кадровый голод офицеров. И тогда руководство страны принимает решение о создании высшего военного училища. Сроки были очень сжатые. В марте, буквально в 18-1997 году подписали. Задача была поставлена руководством страны в течение четырех месяцев создать это училище. В течение четырех лет закрыть этот кадровый голод. Это сейчас Амангелит Дуйкенов так просто рассказывает о событиях тех лет. Тогда казалось, что на создание профессионального военного училища уйдет уйма времени. Хотя бывший техникум был не в плохом состоянии, его инфраструктура не была предусмотрена для нужд военных, для специфических боевых занятий. В итоге пришлось реконструировать кабинеты и аудитории, построить казармы. Впрочем, участвовали в строительстве и сами курсанты. Во-первых, вот эти первые выпуски курсантов, они же столкнутся с такими тяжелыми условиями, что им же надо было еще и учиться, а еще и строить это училище. Да, а ведь питание не обеспечено еще, да, обмундирование не обеспечено, техники нету, ничего нету. И вот этот первый и второй курс, конечно, они горе хлебнули здорово, но зато они тогда и мужественные вышли. Сейчас вот эти молодые в первый курс уже батальонами, полками командуют, уже и замкомандующие есть. Это оказалось сильным. В суровых условиях жили, суровый климат прошли, Петропавловский, суровые условия службы прошли и стали хорошими командирами. За них гордость берет. Историю формирования военного вуза сами улановцы делят на четыре периода. В первом внимании уделялось развитию учебно-материальной базы. В следующем периоде, который выпадает на 1998-2001 годы, акцент начали делать на учебно-воспитательной части. Именно в это время в училище произошли кадровые изменения, были созданы факультеты по повышению квалификации офицеров. Можно сказать, что именно в те годы в учебном заведении определились со стратегией развития. Мы осуществили за эти 20 лет 16 выпусков. Четыре из них международных. За это время мы выпустили более 2900 офицеров для национальной гвардии, других войск и воинских формирований. 246 наших выпускников закончили военно-учебное заведение с отличием. 44 из них с отличительным знаком за отличное окончание военного вуза. Многие выпускники сегодня проходят службу на самых ответственных должностях. В главном командовании национальной гвардии, в региональных командованиях национальной гвардии. Командует частями, являются заместителями командующих, заместителями командиров соединений. Многие служат в управленческих звеньях, как в самом главном управлении, так и в региональных командованиях, частях и соединениях. Временной промежуток между 2002 и 2009 годами определяется как третий период. За эти семь лет училище получило статус института, а уровень обучения достиг международного стандарта. В казахстанском военном вузе начали принимать выпускников из Кыргызстана и Таджикистана. Четвертый период формирования начался в 2009 году и продолжается до сих пор. Наш военный институт создан для подготовки офицеров для национальной гвардии. Но с годами не только для национальной гвардии. Нам определили задачи и по подготовке для других войск и воинских формирований в соответствии с совместными приказами глав ведомств. Для того, чтобы поступить в наше военно-учебное заведение, ну, наверное, надо школьнику прежде всего прийти сюда с сердцем. Я думаю, имея определенный багаж знаний, который определен государственными стандартами нашего государства, это в школах ЕНТ или комплексное тестирование в колледжах или тех, кто ранее закончили учебное заведение. Ряд курсантов у нас поступает, уже проходя службу в частях соединениях национальной гвардии. Многие из них имеют и боевой опыт, и заслуженные награды. Курсанты обучаются на восьми кафедрах, изучают основы тактики служебно-боевого применения и общевоинских дисциплин, вооружения и стрельбы, технического и тылового обеспечения, военной педагогики и психологии, физической подготовки и спорта, общеобразовательные дисциплины, проходят и языковую подготовку. В учебном заведении созданы все условия для получения теоретических знаний. Институт оснащен современной материальной базой, но особый акцент педагоги делают на практические занятия. Казахское ханство было основано в 15 веке. С тех пор наши предки обороняли нашу землю и благодаря своей силе сохранили ее для нас. Наш народ всегда мечтал о независимости, и в 1991 году мы ее получили. Спасибо нашему президенту Нурсултану Назарбаеву, который выбрал правильную политику развития и теперь о Казахстане знают во всем мире. Глава государства обозначил стратегию «Казахстан-2050», в рамках которой мы должны войти в число 30 самых развитых стран. И наша главная задача – оберегать страну. Так как будущие офицеры должны быть физически развитыми, выносливыми и сильными, в военном институте созданы все необходимые условия для занятия спортом. В школе было неплохо с физикой. Я участвовал в различных мероприятиях, в олимпиадах. И у меня неплохо получалось. И требовалось сюда связисты. И у меня неплохие баллы были попасть по физике. Я выбрал факультет команды физической связи. На сегодняшний момент институт потреблял различные роды модернизации как в учебной системе, так и в учебной материальной базе. Допустим, недавно мы перешли с линейного обучения на кредитно-технологии обучения. Имеется на балансе вуза и центры для полевых занятий. Все навыки, полученные за парты в кабинетах, курсанты показывают здесь на деле. Центр оснащен современным стрельбищем, танкодромом, автодромом и инженерным городком. Так что можно уверенно сказать, что в военном институте делают все возможное для обучения квалифицированных офицеров. Я с детства мечтал поступить в военный институт. Теперь, когда у меня это получилось, я поставил перед собой цель стать офицером. Вузу исполняется 20 лет, и это праздник для всех нас. Пусть 20 лет это не так много, но за это время учебное заведение добилось больших высот и выпустило много специалистов. Так что сейчас военный институт национальной гвардии Казахстана это современное государственное учреждение, которое реализует образовательные программы высшего профессионального образования, дополнительного образования и имеет статус высшего учебного заведения системы образования нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...